Доброго времени, дорогие друзья! С вами руководитель онлайн-центра подготовки КГ, репетиторская империя Виктор Медведев. И сегодня я снимаю долгожданное видео, о котором меня долго просили, куча комментариев, 200 репостов. Даже собрал наш пост с моим большим подарком в нашей основной группе. И просили записать видео об органах власти. Вот эти все в ЦИК, СНК, съезды советов, президент, Верховный совет. То есть что из этого важнее, что когда появилось, что когда менялось. В этом видео постараюсь ответить на все эти вопросы. И результатом будет то, что вы в конце видео должны понять, как у нас вообще изменялись органы власти. Какие нужно знать в ЕГЭ, какие не нужно знать в ЕГЭ. Поэтому не будем тянуть, давайте сразу приступим. Итак, органы власти в основном у нас закреплялись и менялись по конституциям. По конституциям. И первая конституция Советского Союза, которая была принята, напоминаю, что это СССР, конституция 1924 года. Итак, какова же была структура, которую закрепила Конституция? Высшим и самым главным органом власти, органом законодательной власти прежде всего, у нас был Всесоюзный съезд советов. Вот это прям супер важно запомнить. И если вы где-то встречаете Всесоюзный съезд советов в каком-нибудь источнике, например, в 21-23 задании или в тестовой части, и вот видите такой Всесоюзный съезд советов, то 100% это до 1936 года, потому что потом он был заменен. Ну вот что такое Всесоюзный съезд советов? Да, уже из названия понятно. То есть со всего Советского Союза, а изначально у него входило всего лишь 4 республики. Это РСФСР, это Украинская республика, Белорусская республика и Закавказская. И Закавказская. Можно сокращенно ЗУБР, да, такую мнемонику определенную применить. И то есть со всего Советского Союза у нас съезжаются люди, они съезжались достаточно нечасто, иногда это было раз в год, иногда это было пару раз в год, но в основном раз в год они съезжались для принятия каких-то супер важных документов. Ну, например, первый съезд советов в 22-м году он подписал у нас декларацию об образовании СССР, да, а третий съезд советов у нас, например, принял Конституцию. Вот, поэтому съезд советов это такой, да, это самый, безусловно, важный орган, но он не постоянно действующий. Это вот просто со всего Советского Союза съехались представители всех республик и приняли какой-то важный документ. Да, и тут возникает, конечно, вопрос, а кто же в остальное это время у нас, да, правит? Мы же не можем раз в год всего собирать органы законодательной власти, должен же кто-то быть еще. Поэтому, пока съезд у нас не съезжался, ну, вот в перерывах между съездами, а это целый год, у нас высшим законодательным органом власти был Центральный Исполнительный Комитет. Вот, у него были определенные полномочия в исполнительной власти, но, по сути, это высший орган законодательной власти, и это иногда сбивает с толку, потому что он вроде как исполнительный, да, полномочия у него законодательные. Вот, вас это не должно сбивать, просто запомните, что был такой орган, ЦИК, который осуществлял свою деятельность между съездами Советов. Но самое интересное заключается в том, что этот ЦИК тоже собирался не постоянно, ну, несколько раз в год, например, три раза в год. Вы скажете, Виктор, но кто же все-таки тогда осуществлял власть в течение всего года? Кто разрабатывал законопроекты? Кто их рассматривал? А вот это все делалось у нас в президиуме ЦИКа, в президиуме вот этого самого ЦИКа, который, по сути, и отвечал перед ЦИКом, а потом уже самые важные законы шли на Всесоюзный съезд Советов. То есть структура законодательных органов власти, она такова. Это Всесоюзный съезд Советов, который принимает основные ключевые решения. И если где-то упоминается он у нас в документе, скорее всего, речь идет о вот этом периоде, который я написал. Пока Всесоюзный съезд не созывается, у нас ЦИК. Но ЦИК тоже непостоянный, поэтому есть небольшой орган власти, небольшой орган власти, это президиум. Это президиум, который осуществляет всю, как бы, такую техническую работу, принимает важные, рассматривает законопроекты, потом их утверждает уже ЦИК, когда он съезжается. А потом, если это очень важный законопроект, он попадает в Всесоюзный съезд Советов. Вот. Это органы законодательной власти. Вот они. Теперь поговорим об органах исполнительной власти. Здесь вообще все просто. Как у нас образовался Совет народных комиссаров еще в 17-м году, здесь он стал Совет народных комиссаров СССР. Что такое народный комиссар? Это, по сути, министерство. То есть это те, кто осуществляет исполнительную власть. То есть был Совет народных комиссаров. Если у нас сейчас есть министр обороны, например, Шойгу, или министр иностранных дел Лавров, там он просто назывался народный комиссар. Вот так вот придумали и называли народный комиссар. И в состав народных комиссаров у нас входили там народный комиссар обороны, иностранных дел, внутренних дел, связи, здравоохранения, юстиции и так далее. Я не стал здесь писать всех, но тем не менее. То есть вот это просто орган исполнительной власти, орган исполнительной власти, который у нас формировался тоже центральным исполнительным комитетом, но это уже чисто исполнительная власть. То есть вот эта власть законодательная, эта власть исполнительная, и судебная власть – это только Верховный суд. Он, в принципе, везде здесь оставался, поэтому мы его трогать здесь не будем. Только здесь букву С надо написать. Поэтому высший орган Всесоюзных Всесоветов, потом идет высшая исполнительная власть – это Совет народных комиссаров, ну и ЦИК, и Президиум ЦИК. Надеюсь, что примерно вы поняли. Эта структура у нас существовала до Сталинской Конституции, до 1936 года. Вот эти органы не так часто спрашиваются, поэтому я не акцентирую на них внимание. Если вы посмотрите на эту схему, то увидите, что что-то поменялось. Вы увидите, что что-то поменялось, и вы скажете, «Виктор, а что же поменялось?» «Давайте мы вернемся обратно». И мы видим, что здесь у нас пропал ЦИК. Вот этот ЦИК, который был, он пропал. То есть схема упрощается. У нас здесь был ЦИК, теперь ЦИКа нет. И больше съезда Советов тоже нет. Съезда Советов здесь тоже нет. У нас есть только Верховный Совет. И есть радостная новость. Верховный Совет – это высший орган власти до 1989 года. То есть до 1989 года в структуре высших органов законодательной власти больше ничего меняться не будет. Поэтому, ну, в принципе, не так сложно. То есть Верховный Совет СССР, если он вам где-то встречается в каком-то, опять же, источнике, вы сразу понимаете, что речь идет после 1936 года. Даже об этом не стоит думать. То есть Верховный Совет СССР, он стал теперь высшим органом. Естественно, он съезжался не постоянно. У нас, ну, он съезжался, может, раз в год, иногда несколько раз в год. Но это такое редкое событие, потому что со всего Советского Союза, со всех республик съезжались представители Верховного Совета и принимали ключевые решения. Конституцию, например, утверждали план какой-нибудь развития народного хозяйства. А пока он не созывается, все по старой схеме. Президиум только не в ЦИК, потому что ЦИКа нет, а Верховного Совета. То есть все остальное – это в Президиуме. В исполнительной власти ничего не изменилось. Это Совет Народных Комиссаров и Народные Комиссары. Ну, то есть все то же самое. Только теперь был Всесоюзный Съезд Советов, он заменен на Верховный Совет. Вот и все изменение, которое у нас произошло. Это Конституция 1936 года, тоже СССР. Следующая Конституция, которая здесь была принята, это, думаю, что вы должны знать, Конституция 1977 года. Кстати, забыл сказать, что раз тут мало дней осталось до ЕГЭ, и есть большая проблема с 20 веком и сочинениями, то если вы сейчас смотрите это видео, можете написать нам в группу, цель подготовки к ЕГЭ будет ссылка в описании, и приобрести полный пакет сочинений, которые лично я написал. Они написаны уже на максимальный балл, проверены экспертами ЕГЭ, и поэтому если у вас есть проблема с сочинением, вы уже хотите готовое решение, то можете просто взять и написать, и купить этот пакет. Он стоит какие-то там абсолютно небольших денег, но это один из первичных баллов. Так вот, что у нас касается после 1977 года. Единственное, вот смотрите, ничего не поменялось. Если мы даже полистаем туда-сюда, то мы увидим одно единственное изменение. В 1946 году у нас произошло изменение. Был СНК, Совет Народных Комиссаров, теперь это Совет Министров. Теперь это Совет Министров, и теперь не Народные Комиссариаты, а Министры. Вот здесь надо было подправить. Это Министры. Вот. Все остальное то же самое. Верховный Совет вместо Всесоюзного Съезда Советов и Президиум Верховного Совета, который осуществляет законодательную власть, пока не созывается Верховный Совет. Эти органы, опять же, запоминать не нужно. Просто для структуры они здесь нужны. Ну и мы с вами сказали, что до 1989 года эта структура не менялась. В 1989 году у нас произошло супер кардинальное изменение. Если вы к нему готовы, то мы к нему приступаем. Все то же самое. Все то же самое. Только с 1989 года у нас появляется новый орган. Это Съезд Народных Депутатов. Съезд Народных Депутатов, который был образован в 1989 году. И теперь именно этот Съезд Народных Депутатов становился высшим законодательным органом. Что такое Съезд Народных Депутатов? Это примерно то же самое, что мы с вами разбирали в самом начале. То есть со всего Советского Союза избираются депутаты. Избираются депутаты. Их было более 2000 человек. Было более 2000 человек. И, соответственно, они избирались. И получался Съезд Народных Депутатов. Получался Съезд Народных Депутатов. Теперь уже именно он принимал ключевые решения. Все ключевые решения, о которых мы сейчас дальше скажем, принимались именно на Съезде Народных Депутатов. Поэтому это важно знать. Само решение об этом Съезде, оно было тоже вопросом в ЕГЭС на 19-й Всесоюзной партийной конференции. В 19-й партийной конференции был придуман этот орган. А Верховный Совет теперь был... Если вы тоже понимаете, это две с лишним тысячи человек. Они не будут каждый день съезжаться. Представляете, со всего Советского Союза 2000 человек. Это тоже не очень удобно. Поэтому теперь Верховный Совет, который до этого съезжался несколько раз, он у нас стал постоянно действующим парламентом. А Президиум уже практически не заседал. Практически не заседал. То есть все то же самое, как и на прошлой схеме. Если вы посмотрите, небольших тут отличий нет. Все то же самое. Просто сюда добавляется Съезд Народных Депутатов. Который теперь как Верховный Совет съезжается несколько раз в год. Съезд Народных Депутатов. Президиум не созывается практически, а Верховный Совет уже здесь постоянно действующий парламент. Это постоянно действующий парламент, который избирается как раз на съезде. То есть съехали со всего Советского Союза народные депутаты. Сформировали Верховный Совет СССР, который теперь осуществляет законодательную функцию. Здесь все то же самое. Совет министров и снова министры. И теперь осталось всего лишь одно изменение. Всего лишь одно изменение. Надеюсь, что вы к нему готовы. Оно не суперсложное. В 90-м году на 3-м съезде народных депутатов у нас был учрежден новый пост. Я вам сказал, что все ключевые решения принимал именно теперь он, потому что на верхушке. А теперь новый пост. Это был президент СССР. Единственным, первым и единственным президентом Советского Союза был Горбачев. Первым и единственным союзом был Горбачев. И вот также решение о создании этой должности было принято на съезде народных депутатов. А сам Горбачев избирался путем Верховного Совета. Поэтому все то же самое, только с 90-го года у нас Горбачев становится президентом Советского Союза. То есть, все, что мы с вами сейчас разбирали, это органы были государственной власти. Государственной власти. И по сути, если мы с вами так объективно будем смотреть на вещи, что те, кто у нас возглавлял, например, Верховный Совет вот здесь, те, кто возглавлял у нас ЦИК, они и будут у нас главами государства. Но мы знаем, что у нас там главы государства, мы обычно отождествляем. Это Ленин, Сталин, это Хрущев, Брежнев. Почему же именно они? Хотя, если мы посмотрим по факту, то у нас руководителем, например, в ЦИКа долгое время, это тоже вопрос часто встречается в ЕГЭ, был Калинин. Был Калинин. Его называли всесоюзные старосты, поэтому его надо знать. Он был у нас руководителем с 19-го, страшно подумать, по 46-й год. И формально он был главой государства. Но почему же мы знаем Ленина, Сталина, какие же они посты занимали? А дело в том, что были еще органы партийной власти. Были органы партийной власти. Это съезды самой партии. Съезды самой партии. Сначала это было ВКПБ, потом это стало КПСС. Так вот, вот эти лидеры, Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, они у нас занимали пост генеральных и первых секретарей партии. Поэтому не стоит путать. Есть органы, которые были внутри партии. Это одна история. Это ЦК ВКПБ, это политбюро, это обкомы, горкомы, райкомы. То есть внутри просто политической организации, внутри политической партии. А есть органы государственной власти. Поэтому надо четко разделять. Если речь идет и в названии используется слово КПСС, если используется слово партия, значит речь идет об органах партийной власти. Если же фигурируют такие органы, как президент, съезд народных депутатов, Верховный совет или Всесоюзный съезд советов, где слово партия не упоминается, тогда это органы государственной власти. Надеюсь, вы примерно разобрались. Если не разобрались, то пересмотрите. Если вы ставите лайки и подписывайтесь на канал, это увеличит вообще количество видео, которое будет выходить, потому что я буду видеть обратную связь. Если хотите купить сочинение, пишите в сообщение группы, пока время еще есть. Надеюсь, было полезно. Мы готовим на результат. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok